Суренчик, суренчик, мы на месте. Да-да, пить, конечно, будем. Едем по Новорижскому шоссе, снимаем с телефона. Купаться с ними не буду, сразу скажу. Я их боюсь. Я как Джо Байден. Мне нужна обязательно шпаргалка. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Ну что ж, всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер, занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Едем мы с вами по красивому Новорижскому шоссе, одному из моих любимых, потому что оно большое, просторное, ровное, можно лететь сколько хочешь. А едем мы на очередную рыбоводную ферму. Сегодня будет обзор открытого хозяйства. Подчеркну, это рыбоводная ферма, на которой основное количество рыбы выращивают в садках. Там стоит наш инкубационно-мальковый цех, в котором они выращивают малька. Давайте, наверное, расскажу в двух словах вообще о концепции, о ферме, о клиентах. Это наши клиенты, которые к нам пришли уже давно, наверное, где-то года три назад. То есть минимум 2-3 сезона они уже работают на нашем оборудовании. Это компания, которая занимается разработкой карьеров. То есть представьте, огромная территория, карьеры. Они их разрабатывают, выкапывают, я не знаю, как это правильно называется. Но суть в том, что когда карьер выработан, то есть там больше нет того, что им нужно, в частности, того же песка, этот карьер, они долго думали, а что с ним делать. Ну и начали они эти карьеры, как многие делают, заполнять водой. Водой заполняли. Вопрос дальше. Что делать с карьерами, заполненными водой? Ну, как бы можно просто бросить, ну и пусть там будет. Но, естественно, как и у всех предпринимателей, возникло желание это как-то монетизировать. Что-то из этого полезного и хорошего сделать. Поэтому было принято решение выращивать там рыбу. То есть так как карьеры, они сами по себе очень хорошие. Там из-под земли просто бьют ключи. Они их после того, как эти карьеры заполнили или заполнили сами, они там начали выращивать рыбу в садках. И, кстати, получают они, выращивают рыбу очень хорошего качества, потому что вода реально супер. Выращивается на этой ферме не так много рыбы. Порядка 100 тонн, что, в принципе, по меркам, не знаю, Карелии, где минимальное хозяйство там от 500 начинается, это, конечно же, мало. Но для Подмосковья это очень даже хорошо. То есть хозяйство на 100 тонн – это уже что-то более-менее серьезное. Они как работают? Покупают молоть весной, сажают ее в садки, за сезон выращивают, ну и продают. Некоторая рыба может зимовать, дорастать до второго сезона, даже до третьего. И вроде бы все хорошо, но с посадочным материалом постоянно какие-то проблемы. То он не того качества, то его нет, когда нужно, то не в том количестве, то дали какие-то остатки. И поэтому они поиграли с этим, и было принято решение построить свой инкубационно-мальковый цех для того, чтобы получать свою понятную, по качеству, по срокам, по количеству молоть. И так мы с ними познакомились. Мы им построили такую ферму. Сразу скажу, это не УЗВ. Кстати, это очень интересная особенность сегодняшнего ролика. Это не УЗВ. Это прямоточный цех. Почему прямоточный? Да все очень просто. Потому что им молоть нужна один раз в год, летом, ближе к осени. То есть они ее сажают под зиму. Рыба зимует, и в следующем году она вырастает уже до нужной товарной навески. Так вот, поэтому нам не нужно эксплуатировать цех зимой. Нам не нужна там постоянная температура круглый год. То есть было принято решение сделать максимально просто. И мы построили им такой вот прямоточный цех под навесом. Вы еще такого не видели. У нас на канале точно. Поэтому обязательно смотрите ролик до конца. Мы не только пройдемся по этой ферме, расскажем, как же это чудо работает. Но и посчитаем реальную приближенную экономику. Но я к ним, конечно, в карман не лезу. Мы посчитаем приближенную экономику такой фермы. Поэтому устраиваемся поудобнее. Достаем попкорн, семечки жарим. Едем на ферму. Скоро там будем. Что ж, вот мы и едем на садки. Представьте, здесь 100 гектаров водной глади садков. Один гектар это 100 на 100 метров. Соответственно, 100 гектаров это получается у нас километр на километр. Квадратный километр получается 100 гектаров, да? Точно? Вроде бы я ошибаюсь. Наверное так. В этих 100 гектарах выращивается примерно 65 тонн форели, 30 тонн осетра в год и немножко карпа. Так больше для развлечения, для ассортимента. Вода здесь чистейшая. Здесь бьют ключи. Она, безусловно, да, немножко цветет бывает. То есть она не выглядит, как водичка там в Байкале зимой. Но, тем не менее, она по всем показателям просто шикарная. И рыба, чтобы вы понимали, с этого хозяйства, она стоит в среднем на 20% дороже, чем по рынку. Они ее продают реально дорого. Ну, просто они понимают, что к ним ездят не за ценой, а за качеством. У них очень выгодная логистика. То есть представьте, по новой Риге 40 минут мы долетели. Реально за 40 минут до сюда, 40 минут до Москвы, до 15-ти миллионного города, в котором можно эту рыбу продать, и ее там 100 тонн эти не заметят совершенно. Каждый год им нужно было покупать малька, договариваться с хозяйствами, следить за ними, понимать, что они там вырастили то количество, что они там, людей там не обманули, что нужное качество. Я уже не говорю про деньги, про стоимость. И представьте, если к вам придет молоть плохого качества, то мало того, что вы заплатите за эту молоть, понятное дело, у вас не вырастет нормальная товарная рыба. Это уже потери, умноженные во много раз. И естественно, для них это было такой, одной из стратегических задач, поставить свой инкубационно-мальковый цех, чтобы они могли спокойно закладывать икру и выращивать ту молоть, которая им нужна, того качества, которое она нужна. Ну и, кстати, по возможности там продавать куда-то еще на сторону. Вот, везде стоят вокруг добывающие машины какие-то, экскаваторы, которые выкапывают песок, потому что здесь большое карьеру управления. Вот мы едем мимо таких страшных машин, экскаваторов. Это и есть основная деятельность предприятия. Ну а рыба это, конечно, так уже прицепом идет, потому что есть карьеры. Вот сейчас мы подъезжаем, начинаем проезжать все эти озера карьерные. Они глубокие, они чистые. Здесь очень хорошо живет форель, потому что она может спуститься на глубину. То есть, если на улице стоит жара, в прошлом году была сумасшедшая жара, в 21-м, то спокойно рыбка может опуститься и таким образом выжить. А сетр-то, понятно, ему, он гораздо более толерантный к температуре воды, тем более, что он живет в южных регионах нашей страны, в Астрахани, в Каспии. Поэтому он гораздо более толерантен к высоким температурам. Вот. И здесь везде на этих озерах стоят садки. Потому что, ну, в озера не будешь рыбу выпускать, ее потом как поймать оттуда? Задолбаешься, лови. А здесь поставился дочек, у тебя вся рыба под присмотром. Наверное, вы привыкли к тому, что я занимаюсь только системами УЗВ. На самом деле, все не совсем так. Так, моя тема это все рыбоводные хозяйства бассейнового типа. То есть, все, что выращивается в бассейнах, это ко мне. Эта ферма не УЗВшная, сразу скажу. Это примоток. Что такое примоток для тех, кто не в теме? Представим себе, в УЗВ у нас вода постоянно циркулирует по замкнутому контуру, очищается, подается снова и до 200 раз используется вода. В примотоке все немножечко не так. В общем-то, проще. Вода один раз закачивается из водоисточника, возможно, проходит очистку, подается в бассейны и дальше сбрасывается безвозвратно. Так вот, эта система именно такая. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что это инкубационно-мальковый цех. Это нормальная история. Для многих рыбоводов знают, что инкубационно-мальковые цеха часто строятся по технологии примотока. Ну а зачем, собственно, нужна технология УЗВ, если малька нужно выпускать для этой фермы один раз в год? В конце лета, в начале осени он может расти на естественных температурах. Да, он будет расти медленно, но им это и не нужно. Им нужно просто перед осенью рыбы выпустить в садки. Здесь вода бесконечного количества, прекрасного качества. Ее сколько хочешь. Поэтому, пожалуйста, можно ее забирать, подавать в бассейны и сливать безвозвратно. Вот этот конкретно комплекс, вот он и есть, инкубационно-мальковый цех. Здесь 28 бассейнов диаметром 2,5 метра. Он рассчитан на 40 тысяч штук осетра навеской от 30 до 80 грамм. Здесь инкубационный комплекс. Вон та башня, эта очистка. Этот инкубационно-мальковый цех стоит между двумя озерами. Одно верхнее, второе нижнее. Так вот, из первого верхнего подается насосами, закачивается водичка, проходит бассейн и сливается во второе, которое ниже находится, уже самотеком. Вот, в общем-то, и все. В нем стоит довольно примитивная, простая очистка. В нем находятся бассейны, в которых и выращивается, собственно, этот малек. Давайте, наверное, посмотрим, разберем ферму на части, посмотрим, из чего она состоит, как можно вот так выращивать хорошую, качественную молоть. Погнали! Ну вот, мы находимся в начале-начал. Это насосная станция. Она интересно сделана. Это плавучий понтон. То есть он держится на двух запаянных больших полиэтиленовых трубах. Сверху смонтированы все металлоконструкции. Стоят три итальянских насоса. Педролла АШФ-20Б. Каждый из них производительностью по 100 кубов в час. То есть, итого, их три. Один резервный. Получается, что 200 кубов в час эти насосы поднимают примерно на высоту, ну, наверное, 6-7 метров, плюс потери напора. То есть, как раз их рабочее давление чуть больше 10 метров. Вот так и работают здесь внизу оголовок сетчатый из нержавеющей стали. Зачем он нужен? Ну, элементарно, чтобы не попало в насосы мусор, рыба, трупы, ботинки. То есть, чтобы сюда ничего не попало, естественно, не проскочило на очистку. Насосы управляются со счета управления, которые находятся на берегу. Ну, представьте, ночью там, не знаю, не дай бог оператору бежать, он тут утонет. Вот, поэтому, конечно, все управление на берегу. Вот он, электрическое подключение насоса. Так, это клапан. Вот он, общий коллектор. Коллектор, чтобы вы понимали, диаметром 160 миллиметров, который идет у нас уже на цех. Часть гибким шлангом сделана трубопровода. Объясню почему. Потому что в зависимости от времени суток, от времени года, уровень воды в озере колеблется. Если бы мы сделали трубопроводы жесткими, его бы просто сломало в один прекрасный момент. Поэтому, конечно же, часть трубопровода гибкая для того, чтобы плавучая насосная станция могла играть. Ну, что еще вам рассказать? Здесь есть все задвижки на всасывании, обратные клапана. Стандартная классическая схема обвязки насосной станции. Вот. Я бы, конечно, еще здесь посидел, но надо идти вам все показывать. Поэтому погнали. Ну вот мы и попали прямо в машинное отделение в сердце этой фермы. Это водоочистка. Она довольно простая. Скажу сразу, здесь нет ничего такого сложного, даже как на системе УЗВ. Вода по вот этому трубопроводу с переходом на 250-й поднимается в барабанный фильтр. Вот он, собственно, барабан. Основа, обтянутая сеткой. Он как раз начинает сейчас срабатывать. Скажу честно, я ни при чем. Он работает автоматически. Сверху него форсуночный узел. Через него вот этот насос высокого давления подает воду, ну, примерно подавлением 7 бар на форсунке. Здесь стоит белая трубка. Это датчик уровня, геркон. Серая труба 110-я по центру. Это отведение загрязненных вод в канализацию, то есть промывочная вода. Ну и вот тут, с этой стороны, очищенная водичка выходит на дегазатор и пошла дальше. То есть здесь происходит полная механическая очистка той воды, которая приходит с озера. Удаляются водоросли, мусор, ну, в общем, все, что нам не нужно в рыбоводных бассейнах. После барабанного фильтра вода попадает вот в этот дегазатор. Кто, возможно, не знает, как работает дегазатор. У него сверху подается вода, сверху стоит раздающая пластина или перфорированные трубы. Дальше стоят рассекатели. Вода падает в воздушном слое, разбивается на капли, потоки, струи. Чем лучше разбивается, тем лучше работает дегазатор. И у нас происходит нормализация газообмена. В озерах вода бывает перенасыщена, ну, например, азотом. Чтобы не было газопузырьковых заболеваний у рыбы, нам нужно обязательно этот азот излишний доставать из воды. В случае, если он есть, обычно он бывает на глубине. То есть здесь с этим проблем нет, но, тем не менее, эта система на всякий случай стоит. Вода падает в воздушном потоке. Для того, чтобы не было проблем с падением эффективности дегазатора, у нас стоит вентилятор, подключение к дегазатору. Вентилятор вытаскивает воздух вместе с углекислым газом из дегазатора и обдувает его в атмосферу. Второй вариант работы вентилятора, он, наоборот, нагнетает снизу вверх. Вот, и, соответственно, у нас постоянно идет газообмен в насыщенной свежим воздухом среде. То есть эффективность дегазатора всегда держится на уровне. Это стандартный подход в закрытых системах. Здесь есть особенность. Ну, вода, в общем-то, в этот резервуар попадает. Здесь она накапливается и уходит по вертикальной трубе вниз. Под нами расположен цех с рыбоводными бассейнами. Но это не все. Дело в том, что здесь запланирована и запроектирована одна интересная система. Пойдемте, я вам ее покажу, но для этого надо будет спуститься вниз. Я совсем не сказал. Дело в том, что у нас есть еще отдельная емкость терморегуляции для инкубационного блока. Ну, осетра инкубируют здесь в инкубаторах осетр. Для них нужен температурный режим нормальный. Поэтому вот она бочка. В случае, если вода в озере не успела, достаточно прогреться. Сюда дается дополнительное тепло. И она регулирует температуру воды, которая подается на те самые инкубаторы. Ну, вот мы и на ферме. В общем-то, давайте я вам сначала покажу, что здесь есть из инфраструктуры и оборудования. Это генератор. Наверное, все узнали, что это такое. Бывает, напряжение пропадает. Это нормально. На любой ферме, будь то УЗВ, не УЗВ, должен стоять резервный вот такой бензиновый или дизельный генератор. Это по-любому дизель 20 кВт или 15 кВт. Этого хватает для того, чтобы все оборудование работало. Пошли дальше. Щитки совершенно простые, воды электроэнергии. Это щит управления оборудованием. С него можно включать-выключать насосы, те, которые мы с вами видели на понтоне. Здесь работа оксигенатора, работа барабанного фильтра. Сюда выведены все аварии. Это у нас система бесперебойного питания. Это АВР, автоматический ввод резерва. То есть, в случае, если пропадает напряжение, это обязательное требование на любой рыбоводной ферме. У нас автоматом срабатывает этот генератор. Не руками кто-то бежит, крутит, делает автоматом. Это стабилизатор. Если к нам вдруг в сеть приходит напряжение, оно скачет, такое бывает, особенно за городом, он его выравнивает, потому что перебои с напряжением, скачки, они могут что-то испортить, что-то выключить, чтобы в ошибку ушло. То есть, это не должно быть. Так, это у нас какие-то лишние блоки дегазатора видно. Ну, скажу, обычные сотовые блоки, их можно ставить в дегазатор, просто у них будет небольшая гидравлическая нагрузка, дегазатор получится большой. Вот эта система, которая здесь запроектирована, придумана, в ней нет ничего экстраординарного, но она очень хорошо вписывается в общую инфраструктуру. Оксигенатор, я думаю, кто смотрит наш канал, видели, знают, что это такое. Это устройство для насыщения воды кислородом. В нем смешивается чистый кислород с водой. Как он работает? У нас есть забор воды вот отсюда, из бака, из большого, который вы видели наверху. В случае, если у нас, например, в августе начинается цветение воды, идет просадка по уровню кислорода, соответственно, включается эта система, насос забирает воду из бака, оксигенирует и подает обратно. Сюда подключается кислородный концентратор, он сейчас увезен, потому что только начало лета, малек еще не вырос, еще не может быть проблем с кислородом. Поэтому сейчас он простаивает. Он включается только в моменты дефицита. И он страхует от недостатка кислорода в воде. Ну, что еще могу сказать? Никакой вентиляции здесь, естественно, нет. Это навес, то есть он неутепленный. А зачем, собственно, утеплять здание, если оно работает только в теплый период года, и потом закрывается на ключ? Освещение для того, чтобы можно было работать и ночью, и днем, как угодно, так как все равно процесс круглосуточный. Ну и пошли по бассейнам. Две трубы из бака расходятся на две ветки. И каждая из веток, вот вы видите, проложена по бассейнам. Она 160-я, 160-я здесь, 160-я здесь. Бассейнов 28. То есть по 14 бассейнов на линию запитаны на каждую трубу 160 миллиметров. Сюда 100 кубов в час и сюда 100 кубов в час. Ну и пошли. Все расходится по бассейнам. У нас вот такие флейты. Как видите, здесь сейчас в бассейнах сидит личинка. Ну, наверное, уже малек скорее. Где-то 200-300 миллиграмм. Бассейны еще заполнены не все, потому что малек не вырос. Ему достаточно места всего в шести бассейнах из 28 на данный момент. Здесь сидит сейчас 60 тысяч штук. Навеской, как я сказал, 200-300 миллиграмм. Вода попадает вот по этой флейте. Ее можно поворачивать. Она может сверху подавать. Она может стоять вертикально, как она сейчас стоит. Центральный фонарь, донный слив. Мы сейчас находимся на подиуме, так как бассейны подняты над уровнем земли. Все коммуникации, они проложены под подиумом. А мы, как видите, с вами ходим по деревянному настилу. Поговорим о рыбоводном плане этой фермы. Вообще, изначально планировалось, что здесь будет выращиваться один раз в год примерно 20 тысяч штук молоди навеской 80 до 100 грамм. Но потом этот рыбоводный план был пересмотрен в сторону увеличения количества. То есть здесь, по факту, сейчас больше находятся рыбы, чем для 20 тысяч штук. Но уменьшение навески с 80-100 грамм до 10 грамм. Здесь сейчас сидит малек 200-300 грамм ленского осетра. То есть здесь полностью все ленский осетр. Икра закладывается в апреле в инкубатор осетр. Прямо инкубатор опускается вот сюда в бассейн. Икра инкубируется, выклевывается личинка. И прямо здесь же в бассейнах она продолжает выращиваться до конечной навески. Понятное дело, происходит сортировка, рассадка. Сейчас не все бассейны загружены, потому что, ну, просто нет смысла. У нас всего 200-300 миллиграмм малек. И к августу изначально планировалось получать уже 50 грамм. И дальше к сентябрю уже ближе к 100 граммам молоть. Все пускать полностью для собственных нужд. Сейчас план другой. Планируется выращивать до 10 грамм. И примерно в июле уже выпускать в озера. Наверное, вот. Теперь пойдем туда дальше. Так происходит сбор осадка, когда у нас личинка еще сидит или малек. У нас циркуляция в бассейне довольно-таки слабая. И рыбовод руками, сифоном собирает вот так вот осадок со дна. А потом вот эта личинка или малек отлавливается обратно, пересаживается в бассейн. То есть он собирает со дна грязь, песочек. То есть все то, что может проскочить в систему. Пойдемте дальше. Дальше это операторская. Вот такой здесь офис рыбовода. Понятное дело, бывает и холодно. Представьте, в апреле вечером надо где-то посидеть. Да и в принципе хочется иногда отдохнуть, покушать. Микроволновка есть, окошко есть в обе стороны, чтобы посмотреть. Но все, не хватает только плазменной панели на стену и сигары. Диван есть. Вот 28 бассейнов всего. Как видите, даже пронумерованы они на этой ферме. Уровень воды при выращивании контролируется гидрозамками. Вода отработанная сливается вот в ту сторону озера, которое находится ниже. То есть все собирается трубопроводами под вот этим подиумом, на котором я сейчас стою. И уходит то озеро. Так как озеро свое, ничего очищать не надо. Это все одна территория. Оно спокойно отправляется туда, вода. Она не портит окружающую среду, никаких проблем не приносит. Поэтому нормально совершенно. Ну вот мы вырастили малька до 10 грамм. Что происходит дальше? Давайте вам покажем. Дальше он забирается отсюда, перемещается в живорыбные емкости и уходит на садки. Пойдемте, я вам покажу садки. Мы с вами все посмотрим, поднимем и потрогаем рыбок. Вот мы берем 20 тысяч штук. Например, крупные навески, как изначально планировалось. Или большее количество. На самом деле здесь садки рассчитаны под 20 тысяч штук. Они вырастают до полутора-двух килограмм. И как раз получается 30-40 тонн. Это та производительность, которая сейчас и есть на ферме. В общем-то. Форелевые садки находятся не здесь. Здесь исключительно у нас афетровая тема. Поэтому идем и смотрим, что же здесь живет. Вот они садки. Делались они полностью самостоятельно, своими руками, заказчиками нашими. То есть владельцами фермы. У них есть один грамотный, опытный рыбовод, который сам все это умеет делать. В садки высаживается рыба, молоть уже под осень. Поэтому эта молоть, она уже уходит в зиму. То есть должна быть обязательно определенная навеска к зиме, для того, чтобы она нормально перезимовала. В общем-то в этих садках она и выращивается до конечной навески. И потом уже уходит кушать. Я вам дальше покажу, куда она уходит после. Кстати, я видел кого-то здесь. Это явно не осетр. Ну вот, нам по большой просьбе подняли садок. Как видите, здесь плавает маточное стадо Ленского осетра. Ну, наверное, штук 20 здесь их в этом садке. Средней навеской 10-15 килограмм. Уже в этом году с них планируют получить собственную икру и полностью исключить затраты на покупку икры сторонних производителей. Здесь плавает, интересно, пару щук. Ребята поймали. И вот они плавают вместе с осетрами. Они рассчитывают на то, что в ближайшее время они тоже станут такими же осетрами, как и эти. Наверное. Ну, знаешь, как это. Попадешь в одну банку с огурцами солеными, сам станешь соленым. Вот, может быть, это селекционно-генетический эксперимент по щукам. Здесь, кстати, сидит только РМС. В этих вот конкретных садках на второй линии сидит товарка. Расскажем о том, что дальше происходит. Ладно, это маточное стадо, это понятно. Товарка выращивается. Как она продается, кто ее кушает, куда она сбывается. Именно для того, чтобы в этом разобраться, мы сейчас с вами поедем в магазин фирменный, который есть на этой ферме. Мы с вами посмотрим, что вообще из этого осетра готовят и куда его продают. И еще важнее, по какой цене. И не только осетра, но и форель, которую они также выращивают на этой ферме. Поэтому поехали. Ну вот, собственно, мы и приехали в магазин. Как вы думаете, как продают рыбу? Вот есть целая точка сбыта. Розничный магазин, в котором переработанная рыба такая, охлажденная, продается. Сейчас мы пойдем посмотрим вообще все, что делают из осетра и форели, которые выращиваются здесь на этой ферме. По какой цене ее продают. Ну и прикинем вообще, насколько это выгодно. Ну вот, это небольшой фирменный магазин фермы. Давайте посмотрим, что здесь продается, сколько стоит. Это самое интересное. Так, есть готовая свежевыловленная рыба. Вот здесь у нас висит прайс. Ее тут нет, потому что ее хранят в холодильниках. Значит, 740 это форель. Продавали они в этом году ее по 600. Будут продавать уже осенью, наверное, по 700. Осетр 990 тысяча получается за килограмм. Это розничная цена живого осетра. В среднем чуть-чуть дороже, чем по рынку, как я и говорил. Ну а дальше уже идет у нас копченая. Давайте ее посмотрим лучше прямо здесь. Как можно вообще перерабатывать форель и осетра, чтобы это было красиво? Ну, посмотрите. Во-первых, вы можете видеть здесь везде реально красивую упаковку. То есть, для того, чтобы продавать рыбу особенно еще чуть дороже рынка, ну, обязательно нужно ее реально классно, красиво упаковать. Помимо того, что она должна быть, в принципе, сама по себе вкусная. Значит, это холодного копчения осетра, ломтики, это нарезанное филе. Это, в принципе, самая дорогая продукция. Здесь тоже она самая дорогая. Например, 390 за килограмм. Следующий у нас в топе по стоимости идет осетр горячего копчения. То есть, это вырезанный фактически балык. Ну да, то есть, это прям кусок. Этот целиковый, без головы, чуть дешевле, 2,5 за килограмм. Холодное копчение, 2,800. Почему-то здесь где-то за 100 грамм, где-то за килограмм, окей. 2,800 за килограмм. Получается у нас кусок тушки холодного копчения. Форель вяленая. Интересно, кстати. Надо будет попробовать. Такую что-то я не особо пробовал. Наверное, где-то и в пивных магазинах продают. Пивок, мне кажется, хорошо. Спинка холодного копчения. Ломтики. То есть, это просто форель, которую вы можете видеть в любом магазине. Нарезанное филе в вакуумной упаковке. Горячего копчения, кстати, очень вкусная форель. Ну и, наверное, такие больше отходы, переработки. Это тиша называется. Я всегда читаю, что, думаю, за теща вообще написано. Думаю, что за теща форели. 90 рублей за 100 грамм, то есть, 900 рублей килограмм. Это реально такой набор пива. Это части ближе к брюху. Там плавники, спинные могут быть. Если я правильно говорю, не вру вам. Ну, короче говоря, это такие условные отходы переработки. Мы отрезаем основные части, филе. А вот эти все плавники, жир в районе брюха, он уходит как раз в отход. Здесь еще продают яички, молочко, утка. То есть, они тут выращивают еще кого-то параллельно. Ну, в общем-то, все. Они не занимаются сейчас продажей чужих продуктов. То есть, это только та рыба, которую вы видели, которая растет, которая находится в садках. Сейчас они строятся в переработке крупной. И там уже, конечно, будет 150 наименований рыбы. И там будет все в больших количествах. Ну, вот, вот, как-то так. Не знаю, что вам еще сказать по этому поводу. Безусловно, оптовая цена, она ниже. И, кстати, очень интересная тема для тех, кто интересуется сбытом рыбы. Мне только что рассказывал один из ключевых сотрудников этой фермы, что сейчас у них очень активно налаживается процесс продажи через маркетплейсы. То есть, у нас сейчас есть озоны, которые доставляют Яндекс.Лавки, Озон Экспресс, Яндекс.Лавка, Деливери, там еще что-то. И вот через все эти маркетплейсы, которые сейчас, вот эта индустрия доставок продуктов на дом за 15 минут, она сейчас реально растет очень серьезно. И вот такая продукция там прям супер востребована. Поэтому на заметку. Ну что, мы сейчас прибыли на садки, на которых выращивается форель. Олег, это человек, который здесь, в общем-то, всем заправляет. Он и главный рыбовод, и фактически управляет всем этим бизнесом рыбоводным. Поэтому он нас сейчас не только проведет на форелевые садки, но и покажет. Мы сплаваем вот туда, на дальние. Там, видимо, что-то интересное, секретное. Давайте поехали вместе. Сейчас мы посмотрим, что здесь выращивается вот в этих садочках. Это садок. В нем сидит около 10 тонн форели. Она сейчас вся ушла на глубину, так как температура уже 23 градуса, что для форели, в общем-то, много. Поэтому мы ее не увидим. Да, как видите, форель. Нет, она есть. Она действительно есть, но просто садок очень глубокий и фактически ее не видно. Эта рыба уже здесь на реализации, то есть это плавучий садок на понтонах. Здесь такие полиэтиленовые трубы, большие, ну, наверное, сантиметров 40-50 в диаметре. На них он держится как плод, садок, и он плавает. Можно его туда отвезти, можно обратно. Соответственно, обратно сейчас его сюда пригнали на реализацию. Вот, поехали, сплаваем, посмотрим. Ну что, мы плывем сейчас на форелевые садки. Под нами сейчас много метров. Когда мы стояли там, было 7 метров, но мы стояли 10 метров от берега. Поэтому сколько здесь, я не знаю. Это глубокое карьерное озеро, поэтому и здесь содержится вся форель или почти вся. В каждом таком садке сидит под 10 тонн. Ребята, наоборот, придерживают сейчас продажи продукции, потому что ее разбирают быстрее, чем они успевают выращивать. Вот каждый садок глубиной 6 метров. Во-первых, ну, для чего? Нужен объем, чтобы плотность посадки была не слишком высокая. Во-вторых, в летнюю жару, такую, как, например, сейчас, температура воды 23 градуса на поверхности, и для форели это уже очень жарко, поэтому она вся спускается вниз. Там примерно 20-21 градус, и для этого в том числе и придуманы такие глубокие садки. Здесь раз, два, три, четыре, пять, и шестой уже отплыл. В каждом из них содержится до 10 тонн, то есть, по сути, получается около 60 тонн. Вот в этих садках можно выращивать по году, если мы считаем, ну, единовременное выращивание и продажу. Все эти садки они делали полностью сами. Каждый из них – это отдельное плавсредство фактически, то есть его можно отцепить, поднять якорь и отплыть. То есть, в принципе, можем отшвартоваться, поставить мотор и поплыть в соседнее государство с 10 тоннами форели. Ну, нас вряд ли, конечно, выпустят, это внутренние воды, но тем не менее. Ну, и давайте теперь перейдем к самому интересному. Давайте посчитаем. Всегда интересно заглянуть кому-то в экономику. На самом деле я так поступать не буду, потому что это было бы не совсем правильно. Мы с вами посчитаем экономику вот такой же точно фермы, как это было бы, ну, где-то в другом месте, допустим. И прикинем, для этого мне понадобится мой верный друг и товарищ калькулятор. И мы начнем. Здесь у нас находится 28 бассейнов. Каждый у нас с вами имеет площадь порядка 5 квадратных метров. 5 квадратов умножаем на 28. 140 квадратов. Берем плотность посадки, уже малька 10-граммового, 7 килограмм на квадратный метр. Получается 980 килограмм, то есть фактически тонна рыбы. Для простоты округляем до тонны, делим на 10 грамм. Получаем с вами 100 тысяч штук. Можно здесь вырастить за раз. Это максимальная производительность. Что нам с вами нужно для того, чтобы вырастить 100 тысяч? Поехали, давайте попробуем, посмотрим. Значит, электроэнергия. У нас с вами два насоса по 3 киловатта. Они тушатся частотниками. Пока сидит сейчас вот у нас личинка. Насос работает только один, и то приглушенный частотником. Постепенно они разгоняются. Ну и, в общем-то, выходят на свою производительность. Плюс вентилятор и барабанный фильтр. Оксигенатор, но все это сейчас... Вентилятор не работает, оксигенатор не работает, потому что просто нет в этом необходимости. Среднее энергопотребление этой фермы в месяц составляет, ну не больше, чем 3000 киловатт. Мы умножаем это на 4 месяца. Апрель, май, июнь, июль. То есть 4 месяца выращиваем. Получаем 12 тысяч киловатт. 12 тысяч киловатт мы умножаем на 7 рублей. Средняя цена 84 тысячи. Запоминаем эту цифру. Поехали дальше. Икра. Давайте возьмем 150 тысяч штук. Умножим на 4 рубля. Получим 600 тысяч рублей. 600 тысяч это затраты на посадочный материал. Самые серьезные. Кстати, здесь сейчас маточное стадо свое. И скоро они будут в этом году уже получат собственный посадочный материал. Но, тем не менее, мы посчитаем, как будто бы он покупной. У вас нет маточного стада. Следующее у нас это персонал. 6 человек. Умножаем на 35 тысяч рублей. Получаем 210 тысяч штук. Давайте возьмем 250 тысяч в месяц. Умножаем на 4 месяца. Миллион рублей. То есть у нас с вами электроэнергия, персонал, посадочный материал и четвертая корма. 100 тысяч штук по 10 грамм это тонна рыбы. Умножаем на кормовой коэффициент 0,65. Умножаем на 400 рублей. Реально в этом году стартовая корма стоит 400 рублей килограмм. 260 тысяч получается. Итак, 260 тысяч. Плюсуем сюда 600 тысяч посадочный материал. Миллион рублей. Персонал. И 84 тысячи. Электроэнергия. Миллион 944 тысячи. Ну, в общем-то, с округлением берем 2 миллиона. То есть 2 миллиона наши с вами затраты на то, чтобы вырастить 100 тысяч штук. То есть себестоимость одной единицы 20 рублей. Считаем, что мы заработаем. Сейчас, в этом году, стоимость продажи одной штуки 10-граммовика, она поднялась, и она примерно 60 рублей. Мы умножаем на 100 тысяч штук, получаем 6 миллионов. Вычитаем 2 миллиона, все очень просто. Получаем 4 миллиона. То есть, реально, этот цех может за один сезон принести 4 миллиона рублей с учетом работы на своей проектной максимальной производительности. Ну, вот такая экономика веселая. Много это или мало решать вам? Пишите об этом в комментариях, что вы думаете. Кстати, если этот цех обшить, утеплить, сделать пару фильтров, то есть систему УЗВ, этот цех можно эксплуатировать не один раз в год уже, а дважды в год, а то и трижды. То есть, как минимум, мы можем уже получать, вложив его еще какое-то количество денег, мы с вами можем получать уже 8 миллионов чистой прибыли в год. Так сейчас, получается, в 4 месяца выращиваем, получаем 4 миллиона. То есть, миллион в месяц реально может приносить этот цех вот так, как он сейчас есть. Если его перевести на УЗВ на 3 генерации в год, то он может приносить миллион в месяц круглый год. Вот, в общем-то, и вся математика. Для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, я приготовил специальный бонус, а именно расчет мальковой фермы УЗВ на 3 генерации в год. Примерно такого же объема, который вы видите сейчас. Причем, в исполнении УЗВ и в исполнении прямоточном. Поэтому, кому интересно, скачивайте по ссылке ниже, смотрите, задавайте вопросы в комментариях. А с вами был Антон Пельчер и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на там хорошие деньги. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова